Регион рассчитывает войти в федеральную программу повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах. О том, что она обещает и что нужно конкретно Ивановской области, обсудили на заседании правительства. Программа подразумевает обустройство пешеходных переходов, строительство защитных ограждений и установку предупреждающих знаков. Как показывает практика, предупреждающие знаки – вещь серьезная и действенная. В нашей области насчитывается 66 мест повышенной концентрации аварий. За последний год ликвидировано 12 таких участков. Проведение мероприятий по установке дополнительных предупреждающих знаков на пересечении автомобильных дорог Коврошу и Кинишма и Вичуга-Старая Вичуга, в Вичуском районе, где после выполнения вышеуказанных работ, по данным госавтоинспекции, произошло снижение дорожно-транспортных происшествий с 8-ми в 2011 до 1-го в 2012. В прошедшем году подобные работы были выполнены на кольцевых развязках в Приволжском и Шуйском районах. Много говорили и об автошколах. О низком качестве обучения там и сомнительном преподавательском составе. Губернатор считает, что нужны новые кардинальные меры по регулированию работы этих образовательных учреждений. В большинстве случаев и лица, которые там работают, не имеют педагогического образования. Что значит свидетельство о подготовке мастера производственного обучения, которое он получил, обучившись в течение максимума месяца и при этом не имея педагогического образования. Он приходит и начинает обучать людей водительскому мастерству. Затронули вопрос и о парковках. Машины зачастую вставлять негде, поэтому и нарушают. В Иванове три участка для многоуровневых парковок уже определены. Первый будет построено на какое. Губернатор предложил сделать часть платной и охраняемой, оставшуюся территорию бесплатной. Еще одна главная боль – отсутствие разметки на дорогах. Если, например, летом за разворот на улице Лежневской можно надолго лишиться прав, то зимой можно просто ездить поперек этой улицы. Но и даже в том, что после схода снега разметка появляется весьма нескоро. Я думаю, что все мы с вами являлись свидетелями, что в этом году на центральных улицах Шереметьевский проспект, Лежневский и другие разметки появились только 28-29 апреля, то есть буквально несколько дней назад. Несмотря на все негативные моменты с появлением в регионе Дорожного фонда, денег на ремонт дорог идет несоизмеримо больше. Очень часто я сталкиваюсь с обращениями граждан вот какого характера. Что сделали дорогу, спасибо вам, но теперь невозможно переходить, начали гонять по этой дороге. То есть действительно вот такая проблема, как ни смешно, она начала появляться. В связи с этим Департамент Дорожного хозяйства предлагает на отремонтированных участках дорог устанавливать камеры видеофиксации, чтобы соблазнов погонять у автовладельцев было меньше. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.